готово так ребята это прямой эфир тестируем facebook на прямой трансляции я чувствую в исбуку не дают покоя лавры перископа ну я решил сразу протестировать отсчет и нудь и чтобы это был из пользы для дела рассказать о своей новой книге которую я купил. Не которую я написал, а которую я купил. Вот книга называется «Тренировочная зона. Взрывная калистеника». Это моя любимая книга. У меня уже, наверное, третья или четвертая. Наверное, четвертая. Четвертая книга. В общем-то, не скажу, что я их так читаю бесцельно, и они просто у меня пылятся на полке. Что-то я внедряю очень медленно, но постепенно получается. Так скажем, очень-очень медленно я осваиваю стойку на руках. Я начинаю делать осмысленно более мостик, и все лучше получается. У меня получаются прыжки довольно высокие на тумбу, что раньше не получалось. И, в общем-то, эту книгу я купил, потому что тут мне понравились... Ну, я посмотрел предварительно, по-моему, на Литресе есть большой фрагмент, который можно почитать. И тут мне понравились статьи про выход силы. Это тоже больная тема для меня, которую я давно пытаюсь освоить. Упражнение выход силы на турнике. И тут, в общем-то, есть какие-то фишки, которые, в общем-то, мне понравились. Обычно все видео на ютубе, они про выход силы говорят, что делайте выход силы сначала на одну руку, потом на вторую, и потом на две руки отжимайтесь. Я познакомился с тренером по кроссфиту в зале, и он просто делал такие вот взрывные на две руки сразу выход силы. И я с ним поговорил, и он мне сказал, в общем-то, какие упражнения надо делать. Показал, что надо делать такие прогибы, учиться делать для того, чтобы делать высокие подтягивания. И, в общем-то, мне понравилась эта тема, потому что сказал, выход через одну руку, он чреват для плеча большой нагрузкой, и можно, так сказать, повредить плечо. А вот как раз это плечо у меня и повреждено. Просто не выходом силы я его повредил, а гири, но, тем не менее, она у меня год уже валит, но вот сейчас стал проходить, и мне показалось, что разумно делать, как раз учить выход силы, когда сразу на две руки. И вот в этой книге как раз, чем мне нравятся эти книги, что тут любое сложное движение, любое сложное упражнение расписывается на много-много мелких подготовительных. И каждое начальное, оно вроде как несложно. Как, например, там, ну, насколько я помню, стойка на руках. Там сначала бакасана осваивается такая стойка, потом осваивается стойка на голове, потом стойка у стены, и постепенно, постепенно, постепенно ты приближаешься к стойке на руках. Вот. Ну и что тут еще есть в этой книге? Могу просто так вот, не знаю, полистать оглавление, почитать. Так. Тут, в общем-то, про всякие взрывные техники. То есть взрывные отжимания, взрывные подтягивания, про мощные прыжки. Вот как раз подъемы с разгибом. Ну, сальто вперед это для меня что-то пока нереально страшное, то есть как и сальто назад. Вот то, что я уже попробовал, это подтягивание с хлопком. То есть подтягивайся, отрываешь руки и хлопаешь. Хлопать еще не научился, но научился отрывать руки. И следующий шаг, это как раз вот оторвать руки и хлопнуть. То есть очень такая полезная информация. Как-то раньше я об этом не задумался. Опять же, все это очень хорошо ложится в конду подготовки к выходу силы. Дальше, что тут еще? Ну, совсем это еще главу не читал. Это составление программ, теории и методы. Тут продвижение к цели, потом мощь и навык, две смежные методики тренировок развития мощи, развитие навыка, образцы программ и всякие дополнительные материалы. Ну, в общем, эти книги мне всегда нравятся. Именно большим количеством иллюстрации, подробным текстом, нестандартным подходом, обращением, так сказать, на технику, большое внимание. То есть, в общем-то, рекомендую тем, кто интересуется упражнением собственным весом, то книга очень хорошая. Еще раз, тренировочная зона называется, взрывная колестерника, тренировочная зона 3. Ну, все. На этом тестовую трансляцию мы заканчиваем. Всем спасибо за внимание. Посмотрим, что получится.